Добрейшего времени суток на связи антиквар продолжаем играть и проходить первого ведьмака у нас очень много квестов появилось после того как мы выполнили задание роскошный прием по побывали на этом сами самом приеме поэтому давайте будем продолжать да и мне хочется заняться именно заданиями связанными с саламандрами вот на болото в я сплава очень много было говорили в прошлых сериях в прошлой серии да на этом приеме очень много информации неплохо бы и мечом помахать так или раду можно зайти кстати давайте так начнем с того что мы пристим вели рада а там разберемся видимо на болото я думал кат-сцена а тут что-то просто прогружалась так где у нас контракт на гравьеров куда нам бежать в дозорную башню вели рад сидит в дозорной башни бы серьезно пересну опа это где в происходе там таймер и режут а зачем режут тайного агента он че не сказал что он агент наверно мне стоит расследовать убийство тайлера граф дэвид ну наверно стоит интересно мы вышли до из домика так люди тени или история секретных королевских служб не успел а тут можно успеть ну в общем случилось как случилось политическую ситуацию в редании лучше всего понимал сигизмунд дейкстра который умел не только верно оценивать текущие события но и довольно точно предсказывать будущее дейкстера знал что короли севера очень слабы а власть на самом деле находится в руках чародеек он предполагал что противовесом мага может стать только сильный религиозный культ обладающий реальной военной силой идеи которого будут близки массам именно поэтому глава реданской разведки поддерживал создание ордена плавающей розы но запретил размещение командоре ордена на территории редании дейкстра говорил так хорошо иметь на своей стороне фанатиков и пугало для чародеек но еще лучше если фанатики будут с границами за границами нашего государства с фундаменталистами вечно какие-то неприятности так пусть лучше эти неприятности будут у кого-нибудь другого в данном случае у тиммерцев а если нам понадобятся фанатики если мы захотим напустить их на чародеек или нильфгард стоит только свистнуть они будут рядом у самой границы время покажет был ли он прав что тайлер не спас потому что я не успел когда я подбежал он уже упал а эти мечи только напоказ мечи да только напоказ сейчас бы еще мечи по назначению использовать в этом прекрасном мирном государстве где нет ни преступности ни монстров ничего довольно господин ведьмак господин ведьмак в чем дело парень банк ограбили и господин валерат приказал привести ведьмака ведьмака что происходит парень купеческом квартале пойдем за мной господин геральт а грозно выглядишь да еще и оружие что я с таким вооружением я бы держалась подальше от стража бюджет и накопиться но бюджет и и и и и нам нужно подкрепление этот чертов банк захватили странно не подумал бы что зигфрид упустит такую возможность рад тебя видеть геральт нам нужна помощь вооруженный отряд захватил банк они взяли заложников подождем зигфрид кайф я помогу вам но я всегда работаю один я бы не советовал проводить прямой штурм велерат время идет здание банка связаны с городской ратушей но они заперли дверь изнутри может тебе удастся проникнуть туда из склада склада он связан пешеходные эстакады с ратушей склад не используется но у меня есть ключ не используется женщины которые работают в ратуше рассказывают что там водится привидение но я бы не стал всерьез воспринимать их рассказ не дайте мне ключ великое ограбление банком я войду в банк один разойтись дверь в банк а склад где видимо с другой стороны да или нет дожить галереи соединена ну вот да живут призраки есть нет это так и знал шубайки нет парочка э-э-э-э-э rental đi ты Ничего себе, он тут крови налил. Контракт на фледеров. Кувелераду надо зайти за вознаграждением. Да он много за что должен нас вознаградить. Так, ну чё тут у нас всё? Сундучок ещё. Сопряжение сфер. Труд посвящён знаменитому магическому катаклизму. Описывает появление монстров, происхождение людей и человеческой магии. Зериканский спирт. Крепкий алкогольный напиток, получивший прозвищу кровь дракона. Кайф. Так, сопряжение сфер. Адам Нивель. Катаклизм, обычно называемый сопряжением сфер, произошёл полторы тысячелетия назад. Это было колоссальное столкновение нескольких параллельных вселенных. В результате катастрофы множество существ, не принадлежавших нашему миру, оказались заперты в нём. Поэтому, например, у Грайверов, Гули и других чудовищ из этой группы нет собственной экологической ниши, а не реликты периода сопряжения сфер. Эльфы утверждают, что люди тоже прибыли в этот мир во время сопряжения. Это случилось вскоре после того, как они уничтожили собственный мир. Эльфы говорят также, что именно в дни сопряжения люди научились пользоваться магией. Разумеется, всё это ложь и клеветнические спекуляции нелюдей, которые готовы на любую клевету, лишь бы доказать правомощность своих притязаний. Любопытно. Чиновница. Куда? Угу. Когда это всё закончится. Всем на пол. Руки держать так, чтобы я их видел. Не трогайте меня. О, такой уж не что же лежит, да? Это занятное, слушайте. Что вам от нас нужно? Где мой муж? Никогда его рядом нет, когда он действительно нужен. Я тебя зарежу волосами обезьянно. А чё, можно поговорить-то с кем-нибудь или что? Или подраться, или что здесь делать-то? Понять не могу. Так, задание. Я войду в банк один. Ну. И. Когда это всё закончится. Боевой молот ордена. Кайф. Какой же кайф. А это охранники, да, блин? Так, ну мы можем только вот сюда вниз пройти. Аэллирен. Ты слышал историю Аэллирен, ведьмак? Я пришёл вести переговоры. Белая Роза Шэроведда. Краснолюды и люди знали её под именем Эллирена. Два века назад она повела в бой молодых эльфов. Старейшины были против. Они знали, что эльфы обречены на поражение. Знали, что после этой битвы они могут уже не оправиться. Рыцари готовятся к атаке. Аэллирен. Белая Роза, поднявшая на бой молодых. Они взяли оружие и пошли за ней в последний решительный бой. Их уничтожили. Безжалостно. Ейвин, банк окружён. Они умерли с её именем на устах. Они повторяли её зов, её крик. Они умерли за Шайровед и за Аэллирен. Так, как она и обещала. С достоинством, как герой. Ты был там? Хм... Так что, ты принял решение? Какое решение? Ты не можешь вечно сидеть верхом на заборе. Особенно если этот забор стоит на поле боя. Хочешь, чтобы я вступил в твой отряд? Нет, ты слишком много сомневаешься. Из тебя не получится, революционер. И? У меня была причина рассказать тебе про Аэллирен. Идёт война, Геральт. Война за выживание, за свободу. Тебе не нужно быть одним из нас, чтобы помочь нам. Многие просто помогают, как умеют. А ты умеешь убивать монстров. Я не собираюсь участвовать в войне ордена Искоя Таэли. Я ведьмак. Я всегда сохраняю нейтралитет. Ты идиот, ведьмак. Слишком поздно говорить о нейтралитете. Стань на мою сторону или будь навеки моим заклятым врагом. Я не собираюсь убивать людей из-за твоей туманной философии. Сложи оружие. Тогда, может быть, остатки твоей команды останутся в живых. Ты предатель и глупец. Геральт, ты принял правильное решение. Орден Пылающей Розы отблагодарит тебя. Сигфрид, ты что здесь делаешь? Тебе не стоило. Кое-что изменилось. Нет времени объяснять. Яйвин. Яйвин сбежал в канализацию. Яйвин. 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 Без стороны. Ну то есть да, действительно. Шути. Я, видимо, должен убивать людей из-за того, что эльф сказал, присоединяйся ко мне. Я сказал, что я в стороне, а он сказал, значит, ты мой враг. Ну, значит, так. Ой-ой-ой-ой, нет-нет. Просто выбери нужный стиль. Чувствую, сейчас мы отъедем. Или нет, или мы немножко можем, так сказать, побегать от них. Слава или скину. Сражайся, тупица! Так, нормально. Церемониальный меч из Дейтвена. Так, а что там нам писали? Великое ограбление банка. Последую за Яювином по туннелю, через который скрита или попали в банк. Почему я не могу Орины собрать? Просто интересно. А, теперь могу. Оружие надо было убрать. А еще у меня вопрос. Я думаю, что и многие задавались, кто играл. Еще нельзя собрать много оружия. Да, в чем можно взять один кинжал? В смысле? Ну, или один там молот? Кажется, у меня начинается тридамский синдром. Так, способ канализации нам нужен. Это плохо. Вероятно, да. Так, ну тут вообще много чего останков, где валяется. Но ходить тут из-за двух Оренов, пытаться все их прощупать. Наверное, мы дольше времени потратим. Ветерный класс Sи. Тоже мой! Вечный огонь ведет меня. Нам нужно спешить. Альп. Альп. Каким стилем Альпа надо бить? Наверняка же нам знакомы Альпы. Так, Альпа скрывается в пещерах, заброшенных домах. Обладает иммунитетом к оглушению, восприимчивостью к серебру и маслу от вампиров. А где стиль написан? Ладно, разберемся. Я вообще предполагаю, что... Быстрым. Зигфрид, ты, если честно, только мешаешься. Только мешаешься, дружище. Зелье Рафарда Белого. Мощность знака Игни повышается на 50%. Так, ну ладно, погнали дальше. Мощность знака Игни-Мощность 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 знака И А, Орина мы забираем Да, они когда помечены Все, 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 я все вспомнил А тут что? Нельзя пройти Так и что? Прохода-то нет Прыжки тут не завезли А, нянь в ту сторону побежал И пропустил момент Это я грушил ее, да? Кажется, он сбежал Но мы прогнали его из банка Спасибо за помощь Как я могу тебе помочь? В другой раз Ты знаешь, где меня найти? Нужно рассказать Вилья Раду Ничего себе, 8-10 Торинов Нормально А это что такое? Рубин Тут богатые были ребята, да? Выход в купеческий квартал Игра Я не знаю , но я не знаю Нормально тут упопцов завезли Все Откуда у утопцев-то ворены? Откуда у утопцев-то ворены? они же люди утонувшие ну это понятно ну до этого и мы что-то утопца форинов не встречали я поэтому и спрашиваю мы же не первый раз утопцев видим так велерат где то есть у нас к тебе столько вопросов накопилось наверное стоит расследовать убийство тайлера наверное но это попозже так куда нам удержать а куда нам поддержать вот у банка он и стоит и у него никто не звал и 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 ведьмак что там произошло я слышал звуки борьбы они мертвы почти все почти к сожалению их лидеру удалось бежать мы найдем его ты заслужил орден ведьмак что медаль какая честь у меня своих не счесть весь обвешенный как елка на спине это их 6 то помимо орден ничего нет не скажешь и ушел так ладно сейчас мы его догоним наконец то есть пока ты домой не придешь я те квесты не сдам да вот ты конечно может дом королевы ночью посетить давайте раз такое дело раз или рад должен сначала до дома добраться прекрасно в этом бардаке еще толку то с тобой говорить со мной нет абсолютно никакого поэтому я и не напрашиваюсь на беседу что привело тебя сюда нет я не хочу знать клянусь честью приветствую мил здарь приветствую синеглазы и чего же ты хочешь мой белого власы господин для начала я хотел бы поговорить Хорошо, давай поговорим. Джаком Аказанна утверждает, что удовольствие от культурного разговора – лучшая прелюдия. О чем ты мечтаешь, Сенеглазе? О том, чтобы ночь длилась вечно. Обычно девушки мечтают о рыцаре на белом коне и прочей чепухе. Я необычная девушка и могу это доказать. Достаточно только попросить. Ну давай, попросим. Я хочу провести с тобой ночь. С радостью, Беловолосый, но сначала ты должен внести вклад в развитие Дома Ночи. Всего лишь 500 аренов. А мы колечко ей покажем, да? Постоянный? 300 аренов со скидкой. Сейчас бы еще вносить такие деньги. Постоянный? 300 аренов со скидкой. Или один сапфир? У меня как раз один завалялся. Благодарю. Следуй за мной. Я бы хотел реализовать одну мечту, которая уже давно меня преследует. Терпение. Сначала горячая ванна, а затем я исполню все твои мечты. Ю-ху. До завтра. да какой у тебя интересный шрам на шее но очень интригующий придает тебе своеобразие если хочешь могу показать и остальные вроде уже показала да кажется тебя ищет твой брат что нет у меня нет родственников ты уверена абсолютно мой дом здесь с моими сестрами ночи должно быть я просто ошибся да да должно быть так куртезан камень из нильгардом все было гораздо лучше и красавчик купец член городского совета а чё они тут все как клонированные она пойдем в буфет заглянем и побежим то там еще и шкаф подвинься тут шкаф есть и ты стоишь о елке подда удачи так ладно шкаф что там шкафу может быть интересно и так вернемся вели раду на автомате да уже лутаешься что можно полутать так караулка что ведьма кто ты на самом деле что за вопрос я граф ордена если ты не слыхал имени деветта значит ты плебей или простак а что-нибудь кроме политики тебя интересует не очень вежливый вопрос но я отвечу мне нравится покер упражнение для ума да этот тип досуга мне знаком я слышал об этой игре можно было бы поиграть я подумаю я буду здесь прощай так сейчас у меня нет настроения на покер откуда же берутся эти чудища булава так а где где я туда вообще зашел милости прошу ведьмак для начала позволь отблагодарить тебя за помощь в банке ты хотел меня видеть видишь ли в последнее время указы фольтеста стали очень странными я его знаю давно кто-то подделывает королевские указы к сожалению скорее всего так и есть но печать похоже на настоящую кто мог украсть печать у фольтеста кто-то из самого близкого его окружения надеюсь ты найдешь предателя я сообщу тебе если что-то выясню прощай до встречи велерат велерат можно тебе задание сдать вообще царе ордена снова дружище в последнее время в изиме главным органом власти стал орден пылающей розы я пришел по объявлению какого по тому где говорилось о костях гравейров награду даю за пять штук именно столько у меня есть вот они держи свое золото так 200 орденов невероятно опустить нас так низко я пришел по объявлению какого того где говорилось о клыках флетдеров плачу за три клыка вот они держи свое золото двести пятьдесят 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 плюс уровень я я пришел по объявлению какого того где говорилось о крови гулей принеси мне двенадцать держи вот твоя награда ведьмак так денег стало побольше аки кимор я же не убивал по последнее время в изи я пришел какого где награду столько у меня раньше ну давайте уж договоримся не не перетрудился я вижу это точно если вы не кости умер бы со скуки до встречи это тоже играет да короче хорошо будем знать что их тут шуев тут целый выводок игроков тебя сюда прислали ты хоть 300 ничоси чё не в минус 30 повреждений данного вероятность точно удара плюс 30 вероятности безоружен 60 продаем надо разгрузить инвентарь да а где далеко у нас таверна отсюда потому что можем попасть в неприятную ситуацию вот же она вот же она дверь то когда будет лута я не смогу унести будет обидно и один трактирщик мерзкий денек да трактирщик одевали взялся ты краснолюда совсем забыла не переживай вспомнишь а вот он елки-палки я думаю уже уборщик в роскошной одежде приветствую чем могу помочь так ты мне можешь мне можешь такие штуки забрать улицам надо продать книги надо продать вот это давайте пока оставим алкоголь оставим да где свинину взял мне интересно просто где и зачем так рубин пока выложим нам надо найти торговца который книги берет но и будет более-менее ничего погнали лютик мое почтение вот так собирался на болото если вы помните что хочешь понял понял я думал ты по делу оружейник с этим все где у нас еще торговцы оттуда да пока тут все такие дела какие-то незначительные сделаешь уже и прекрасно в этом бардаке будет пора в серию заканчивать ладно может доберемся еще до махача хотя в этой серии вроде прям недостатка не было еще же интересное чтение и взгляни на мой товар а чуть ты не хочешь у меня вот эту книгу покупать не интересуешься тайными спецслужбами интересно так посвященный гением стихий кто такие гении стихий как же книги дорого стоит капец надо покупать то есть только по гениям стихий да мы можем получить информацию ну давай деньги есть давай одну гения в стихии пару книг по растениям которые мы не читали да было прилично денег но к сожалению как водится гербарий друидов описывают хорошо здесь растение бесплотных земель ну и последнее желание вербена волчья алоэ переступень жимолость так и фрид и рид все да так куда ты ушел то забирай я овладел скорочтением поэтому быстро осваиваю информацию так ничего кроме и золотой купец пола блага то есть геральт из риви а кто интересуется у меня послание к тебе от наших общих друзей и послание следующее не вмешивайся в дела которые тебя не касаются не суй руку в огонь иначе обожжешься у меня тоже есть послание для наших общих друзей продолжай если они хотят что то мне сказать пусть говорят лично не волнуйся ваши пути пересекутся думаешь ты такой умный что связался с орденом думаешь рыцарские щиты защитят тебя от саламандр ты заблуждаешься ты с кем-то меня спутал продавится оружие ну продается оружие вот нам как раз не очень нужен да есть еще какие-нибудь продавцы то алхимик есть так но это не то что нам нужно хотя продать что-то а у нас есть что-нибудь чего много так кислоту отдаем тоже прилично стоит да белый этого просто много и и минерал дорого стоит присталы альбара так и погнали дальше приветствую милс дарь если ты ищешь подарок своей даме сердца то ты пришел как чем-то торгует милыми глазу безделушки среди моих что же давай давай понятно чем торгуешь так вот это колечко пожалуй оставим до дом ночи мало ли так это продадим но вроде все вроде сбыл все что хотел теперь чем бы нам хотелось заняться друзья мои время жатвы так сваской на болото да на болото отправляемся сваская саламандр давайте так куда где здесь выход тут я еще пока не ориентирую мне кажется он даже в душ с мячом ходит не то что в лавку в лавку горит с мячом ходишь вместо потеряла свое очарование знай свое место ведьмак вполне мне нравится фраза ведьмак прячется женщин это круто что ты делал в доме этой ведьмы она спасла мне жизнь если бы не трис я бы скорее всего был уже мертв кроме того мы друзья значит я у нее в долгу но знай ведьмак если ты лжешь ты узнаешь что я могу быть не только добренькой с какой стати мне лгать ладно так что привело тебя сюда знай это ведьма пытается похитить одного из моих пациентов мальчика по имени альвин даже если опустить тот факт что я несу за него ответственность то что это ведьма знает о воспитании детей всем известно что своих детей у нее быть не может к тому же она постоянно болтает что-то об истоках и тому подобных вещах я не допущу чтобы она наложила свои грязные лапы на этого ребенка ты с ней знаком объясни ей что альвин останется со мной я хорошо я попробую но было бы гораздо проще если бы вы с ней просто поговорили и пришли к согласию проще или нет ты ее лучше знаешь пожалуйста приведи ко мне альвина хорошо теперь поцелуй меня и иди то есть тут надо выбрать между шане и 3 2 обидится после того как я ребенка в другой отведу ясно уж этот выбор ведьмаки преследует тебя по пятам перестаньте дает прикурить дверь в дом дантиста тут жил у нас реймонда любопытствуем дантит очень любит малиновую поясок все что мы выяснили после беглого осмотра хозяина дома нет ну похоже на то ладно в другой раз написали дантиста значит должен быть дантист видимо тоже любитель погулять как и золтан так давайте до вас ки все таки доберемся а а транспортные услуги по перевези меня на другую сторону время деньги ты определился а а плывем на болото а 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 здесь все так же мрачно вроде как мы принесли сюда. Мир и процветание, нет? Когда башню зачистили. Видимо, нет. Видимо, показалось. Уже как-то старый знакомый. Ну, этим улице ласка метет. Привет тебе, белый волк. Многое изменилось с тех пор, как мы с тобой встречались в последний раз. Горожане вторглись на наше болото. Это поистине ужасно. Хм. Кто эти чужаки для кирпичников? Сухие. Понятно. Какой кошмар. Они отогнали лесорубов и многих сразили. Они забирают наших родичей. Водные владыки гневаются. Только друиды осмеливаются оставаться в роще. Что-нибудь еще произошло, пока меня здесь не было. Великая битва случилась между человеком с пламенной душой и властителем эльфов. Многие погибли в тот день. Кто победил? Болото поглотили многих мертвецов. Наши владыки одержали победу. Слава им. Понятно. Можно задать тебе вопрос, Васка? В чем дело? Слышал, у тебя проблемы. Снова утопцы? Да. Утопцы утихомирились. Но у нас теперь другая беда. Говори, Васка. Предложи мне верную цену, и я помогу вам с ней. Бандиты со знаком саламандры похитили моих родичей и заставили их собирать травы. Наши владыки гневаются. Знаком саламандры? Это мне интересно. Они разделили наших родичей на группы и заставляют их собирать травы. За каждой группой следят вооруженные охранники. Где я могу найти эти группы? Я видела их около разрушенной башни на просеке. Я видела только нескольких родичей. Так что другие должны быть в таком же бедственном положении, но в другом месте. Помоги им. Я награжу тебя. Их шеф Роланд. Убей его. Это плохой человек. Я займусь этим. Дедуля у вас тут был плохим человеком. Хм. Так, ну вот этим мы и займемся, да? Ну, пойдем в сторону разрушенной башни, раз нас туда ведут. Да, дедуля умертвил, когда он мне сказал, чем именно он занимается. Я посчитал, что чтобы восстановить гармонию, гармоничное существование в этом мире, нужно его зарезать. мини-баллов мы как-то не очень жалуем. опа, а вы кто такие? Паучки? Это Кикимора? А, вот так Кикимора выглядит. Я думаю, что за дрянь? Интересно. И что из них падает? Оготь Кикимора и токсин, по-моему, да? А это что, они такие здоровые? Кикимора воин, елы-палы. Так, но нам определенно надо ласточкой закинуться. Ага, так просто тут не это, да? А еще эти пиявки пришли. Да хватит так рандомно перемещаться, Геральт, соберись. Геральт! 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 да отойди от него ёлку такой же ты от конца гнезды вера льда лага может и как-то нападешь как-то мелко добьешься но потом скорбь мы могли закончить а то сейчас чувствуем с тобой закончить собачья петрушка раньше такого не было до токсины кого-то кимора давай посмотрим что здесь ядовитые железы рахея собачья петрушка как она выглядит хоть дайте посмотреть и кимора работница ух ты чувствую здесь много веселья будет веселись не хочу но в нашем случае хочу так обойти это можно где можно вот так да все жду кого уберет кости очевидно лютика друг она как можно не выбрать друг надежнее чем женщина так все подождите я тут заплутал не туда пришел да вроде как тогда уж золтана выбирать а чё я золотом больше нравится чем лютик хотя и стима с другим можно душевно выпить как мы уже поняли на поэтому наверно не так важен кого именно из них брать вот с этой надо маленькой гряне силовой стиль использую серьезно неожиданно не хочу душить но буду да мне нравились такие сообщения в чате не хочу душить но под душу или еще как это любит написать без негатива а потом такое напишут что или сначала такое напишут что потом без негатива да да с позитивом ушите обороты из чата штампы да занятно так я походу не туда пришел да я не туда пришел а мне надо наверх золотом вне конкуренции по части выпить не буду спорить вне конкурса да вне конкурса третьем вид макет рис шикарно пока запланирован к прохождению 1 ведьмак а там поглядим как пойдет мне бы хотелось до пройти всех трех ну пойдемте помашем на помощь что это было ой 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 господа ну что вы как дикари себя ведете ведьмак как раз вовремя возвращайся домой да не побеспокоит тебя никогда засуха прежде чем вы уйдете расскажите мне что вы знаете о саламандрах эти бандиты заставили нас собирать травы чтобы делать из них физштег как я понимаю есть несколько групп одна из них прячется в пещере неподалеку от старой просеки саламандры занимаются торговлей наркотиками чистолюбивый план спасибо за информацию возвращайтесь по домам а где-то еще тут маленький был да это теперь разбери где был большой где был маленький вот он видимо книга о болотных растениях и мы ее уже читали понял читали и читали собственно говоря ну что вам друзья мои я полагаю что на этой замечательной ноте можно закончить наш сегодняшний посиделки спасибо огромное всем кто был на стриме писал комментарии спасибо всем за внимание за компанию всем что-то я заговариваюсь уже кто был кто смотрел летсплей это был интиквар оставляйте комментарии ставьте большие пальцы вверх всем удачи и до встречи пока